Дорога одна, вот провалов на ней несколько. Иркутская магистраль практически в самом центре города регулярно становится причиной головной боли автомобилистов. Ведь асфальтом далеко не всегда выдерживает вес машины. С подробностями Алена Полоненко. Следы преступления скрыты под слоем гравия и песка на этой Иркутской улице, неизвестные захватывают в заложники водителей с личными авто. Требования дорожных террористов непонятны, но масштабы деятельности пугают. Без их вылазок не проходит ни дня. То там, то тут появляются ловушки глубиной по полметра. Именно в них попадают машины на полном ходу. Особенно не везет маленьким автомобилям. Иногда асфальт проваливается прямо во время движения транспорта. На этой улице не могут чувствовать себя в безопасности не только водители, но и пешеходы. Они в любой момент также могут стать заложниками. И вот они, первые признаки угрозы снизу. Сложности добавляет то, что дорожные захватчики ведут свою подрывную деятельность глубоко под землей, вдали от глаз. Именно под слоем асфальта произошла авария на водопроводной сети. Она и спровоцировала масштабные провалы. Ситуация не рядовая, поэтому тех, кто прозевал коммунальное происшествие, ждет штраф. Наказание понесет муниципальное предприятие, которое не сумело предотвратить захват автомобильных колес в заложники. После зимнего периода такое случается, в связи с аварийной ситуацией. Сети у нас изношены. Никто не застрахован. Водопроводная сеть, сети канализации, аварии происходят постоянно. При этом меняют сети гораздо реже, чем они изнашиваются. А значит и водителям, и пешеходам стоит быть на чеку. Ведь пока в Иркутске не развернут масштабную борьбу с подземными захватчиками, любой может стать их следующей жертвой. Алена Полоненко, Михаил Глазин. Новости по будням.